Здравствуйте! Мы торжественно отметили вчера красивую историческую, даже не то чтобы дату, а отправную точку целого очень грандиозного и многопланового действия под названием Первый Кубанский Ледяной Поход. 22-23 марта добровольческая армия, на самом деле сотен человек, генерала Корнилова, выдвинулись на освобождение нашей страны. Вот это и является причиной для того, чтобы мы 23 февраля отмечали День защитника Отечества. Это событие позади, год 18-й будет юбилейный, отметим, наверное, еще более грандиозно. А сейчас мы приступаем к целой неделе занятий. У нас занятия по американскому пикаповедению. В Европе для этих же самых целей существует Viagra, в Америке для этих целей существуют грандиозные американские пикапы. Алексей Мочилов, концентрат мыслей, лекция первая. Пикапы GM. Леш, привет! Да, добрый день, Сергей. И, соответственно, добрый вечер. Страна. Да, да, страна и все, кому небезразлично тема тех автомобилей, которых в России официально нет. Вот. Такая уж ирония судьбы, что автомобили, которые рождены в стране, которая очень похожа на Россию, и по сути автомобили, которые изначально рассчитаны на большие просторы и на дальние расстояния, к сожалению, у нас в России никогда не были официально представлены, и я подозреваю, что в ближайшие годы все-таки так и не будут. Хотя слухи ходят вокруг какого-то явления, скажем, там, Доджо Рэма на российский рынок в последние лет пять, наверное. Но в итоге, соответственно, любые маркетинговые исследования разбиваются, как всегда, о непрошубаемости бюрократического аппарата российских представительств, и мы, в общем, довольствуемся тем, что завозят нам серые дилеры и редкие энтузиасты, которые увидели один раз в жизни какую-нибудь машину, побывав в командировке где-нибудь в новом свете, ахнули и поняли, что без вот этого красавца с хромированными бамперами жить никак невозможно. Ну, правильно. Баночку Viagra узнают не все, а вот эту штуку посчитают сразу. Вот только появился на людях, все сразу понятно. Да, достаточно почитать комментарии на известных порталах, типа там Drive2 и так далее, к владельцам машин красивых, типа, опять же, там, Шуалета Сильверадо или Доджо Рэма. Ну, в общем, вопросов нормальных нету. То есть 70% вопросов, сколько жрет, 20% сколько прет, а все остальное просто восклицание о том, какая красивая машина, мы видели ее на такой-то улице, на такой-то улице, там, около такого-то магазина, сфотографировались там, привет владельцу и так далее. Ну, то есть такой настоящий шоу-стоппер, хотя, по сути, ничего выдающегося нет, это обычный грузовик. Ну, обычный ЗИЛ-130 для перевозки дров, сено, досок и так далее. Просто настолько в России эта диковинная техника, что мы, к великому, на самом деле, сожалению, вынуждены говорить об этом как об автоэкзотике. Таковой она и является, и будет таковой. Ну, в общем-то, да. И по этой причине любые люди, которые выдают себя за экспертов в этой технике, на самом деле, они шарлатаны. И я, в общем, точно такой шарлатан, потому что поездить на всех этих машинах, наверное, не удавалось еще никому в нашей стране. То есть я не знаю человеку, у которого было бы там хотя бы три пикапа. Например, там Тундра, Сильверада и, например, Рэма. Ну, понятное дело, что в последовательности какой-то. То есть обычно человек приходит к чему-то одному просто из-за того, что на картинке понравилось, берет то, что понравилось и ездит дальше, потому что первые три года он изучает, что у него может отвалиться и как это чинится. И пройдя вот этот вот тернистый путь, приходит к выводу, что еще на один такой тернистый путь и на эксперимент с соседним брендом он уже не готов. Потому что отваливается? Ну, оно, конечно, периодически отваливается, но отваливается исключительно вследствие того, что наша страна нас так сильно любит, что практически все пикапы, которые заводятся в Россию из Америки в первую очередь, они в возрасте 3-5 лет, соответственно, пробеги уже за 200 тысяч чаще всего, даже если декларируются продавцами, гораздо меньшая цифра. А сами понимаете, любая машина с подобным пробегом, она уже в любом случае несет в себе некоторые проблемы, заложенные просто возрастом. И с этими проблемами, естественно, сталкивается владелец, который лишен дилерской сети, лишен нормальных сервисов, которые могли бы что-либо рассказать про этой машине. Ну и, в общем, как любой нормальный советский человек, выращенный в СССР, наш предполагаемый автолюбитель, который рискует взять большой полноразмерный американский пикап, он должен, соответственно, иметь и в квартире ремонт сделать, и машину во дворе починить, и денег на эту машину заработать, и от налогов еще уйти вдобавок. Вот. Это, кстати говоря, один из основных таких, ну, явных плюсов владения большим полноразмерным пикапом. Это более лояльное налоговое бремя к автомобилям с лошадиными силами свыше 250. Потому что все абсолютно пикапы, без исключения, мощнее 250 лошадиных сил. То есть, скажем, цифры чаще всего подходят уже к отметке сейчас 400 лошадей. Сами понимаете, если это не пикап, а просто полноразмерный внедорожник, то, скорее всего, как бы мало кто может себе позволить, даже из не очень бедных людей, платить на столь баснословные налоги, которыми облагаются данные автомобили в Москве, там, в Петербурге, в основных крупных городах. Был у нас один способный на это Березовский, да и тот помер. То есть, Березовского за рулем Сильбера, это невероятная картина. Про Березовского, когда он уже уехал из нашей страны, в Лаговазе Беляево, небезызвестном, на заднем дворе я лично видел автомобиль марки Ламборджини, который шел, как это назывался, LM002. Это была машина Березовского. И там же стоял еще, там, 50 какого-то года, Даймлер, тоже его машина. То есть, вот он уехал, а документы с ключами, видимо, с собой забрал. Да, да, и так изгнили на заднем дворе. Но это такое отступление от нашей тематики. Вот, поэтому сегодня мы коснемся, скажем так, этой темы. Начнем говорить о... Ты не договорил про категорию, по которой они таможатся и эксплуатируются. Это категория С. Ну, в большинстве своем, на самом деле, все-таки категория Б. Категория С идет уже у автомобилей, скажем так, с приставкой Heavy Duty, на самом деле. Поэтому я сейчас вот не стал бы так прямо утверждать, что все они категория С. А что ж тогда налоги-то вдруг-то лояльно? А потому что они таможатся как грузовой, бортовой, как и все наши пикапы, которые поставляются официально в Россию, и Amarokia, и L200, и так далее. Поэтому он на любой пикап, в принципе, который продается в России, более лояльный транспортный налог. То есть у меня вот в недавнем прошлом был Ford Ranger, на него тоже был налог достаточно смешной. Я еще даже не могу сказать цифру, но, в общем, он был несерьезный. Помню, что смеялся, а не помню над чем. — Точно. Соответственно, на 400-сильный современный вот этот вот такой большой американский V8, если он установлен в пикап, налог порядка, если мне не изменяет память, 17-18 тысяч в Москве сейчас. Ну, то есть это примерно раза в 4 меньше, чем если бы это был вот точно такой же автомобиль, но с кузовом внедорожным. — С кузовом универсал. — Да. Поэтому, в общем, это является достаточно большим, на самом деле, как бы козырем у пикапов, но, как показывает практика, все-таки не так много в последнее время людей берет пикапы случайно. То есть все-таки это определенный стиль, определенный стиль жизни, и большинство людей оправдывают покупку как раз не экономическими факторами, а тем, что им это надо. Каждому по-своему. Кому-то надо ездить на рыбалку, кому-то надо перевозить убитого зверя, кому-то надо перевозить мотоцикл, кому-то квадроцикл, кому-то там, я не знаю, гидроцикл или еще что-нибудь, но еще что-нибудь да перевозить. Кто-то строит дом, кто-то возит мешки с цементами и хочет связываться с владельцами автомобилей марки «Газель» и прочих. Ну и так далее. В общем, мотивации много, но факт остается фактом. В России с каждым годом все больше на дорогу встречается этих мастодонтов. Мы каждый день с ними так или иначе стоим вместе на светофорах, сворачиваем голову на их там огромные хромированные восьмишпиличные колеса, проходим мимо капотов, которые выше, чем наши головы, при росте метра девяносто и так далее. Ну, в общем, не заметить эту технику невозможно, поэтому грех о ней не поговорить. И мол, что ни один журнал или специализированная телепередача о них не говорят, потому что они официально не поставляются. Раз они не поставляются, значит, рекламные отделы не в состоянии занести рекламных денег. Соответственно, ни одному СМИ это неинтересно. Перерыв на новости. Сегодня мы с Алексеем Мочиловым мечтательно роняем сладкие слюни прямо сюда, не только на колени, но и на пульт, по американским пикапам GM Chevrolet, причем и GMC Silverado, Avalanche, он же Avalanche, он же как угодно, потому что транскрипция у каждого своя. Если у кого-то эта машина есть, вы звоните. Мы вот еще 15 минут вот так вот подностальгируем, порисуем по розовым облакам голубым пальцем, а после этого, пожалуйста, обращайтесь, расскажите, как оно на самом деле. Ну, Леш, давай, еще один пучок восторгов. Ну, значит, по поводу восторгов нужно, опять же, разделить отдельно автомобили, соответственно, под названием Chevrolet Silverado и модель Avalanche, которая Avalanche. Значит, Silverado это большой трудяга, такой прямо совсем грузовик-грузовик, со всеми вытекающими стилевыми изысками. А Avalanche, соответственно, более такая гражданская версия. Машина, скажем, ориентированная больше на людей, ведущих активный образ жизни, но не для коммерческого использования. То есть, соответственно, в ней немножечко побольше будет всяческих опций, очень интересная трансформация салона у автомобиля и так далее. Специальная щель в багажник, в кузов можно пролезть. Конечно, об этом мы поговорим чуть позже, хотя можно, в общем-то, и забежать чуть-чуть вперед, потому что эта машина реально уникальна. Только, наверное, у Avalanche есть такая совершенно уникальная вещь, это съемная стенка кабины сзади, за счет чего кузов из полутора метрового вырастает в два с половиной метровый, но в салон. То есть, в нашем климате это на самом деле выглядит достаточно смешно, потому что, ну, сами понимаете, в Москве 200 дней в году идет дождь, а все остальное время летит грязь или пыль, да, и вы везете какой-нибудь груз, и у вас при этом нет задней стенки, и у вас ласковое солнышко московское, которое мы видим, и крайне редко проникает в салон вместе с брызгами и так далее. В общем, это специфическая достаточно конструкция, но при этом имеющая право на существование, потому что все-таки мало кто будет возить снегоход лыжами в салон, скажем так, зато есть такая прекрасная опция, которая особо была бы признана нами путешественниками, но опять же из-за того, что машина является экзотической, к нам ни на одной из экспедиций, а Валанч ни разу не приезжал. Есть штатная опция, это палатка, которая вставляется в этот самый кузов, и штатная печка может обогревать эту самую палатку. То есть, соответственно, в этом 2,5 метровом получившемся кузове совершенно спокойно спишь, у тебя музыка вся из салона, вот, там печки и так далее. В общем, совершенно прекрасная картина. Да и почему точнее, что у Аваланча у него опускается спинка дивана, поэтому ты можешь, если, например, у тебя кузов с жалюзи, сложить диван и получить туда именно лаз. Ты можешь из салона залезть в закрытый от атмосферных осадков кузов, там, например, сползать к запаске или к домкрату, вернуться с зубами это из темноты непосредственно на свет в кабину и продолжить путешествие. При этом заднее стекло у тебя будет незыблемым, потому что дырка у тебя как раз ниже стекла. Да, 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 это абсолютно красивая конструкция. Вот, так что можно, в общем, только поставить памятник разработчикам, и именно благодаря этой конструкции Аваланч очень выглядит ярко на фоне всех других американских пикапов. У него такой очень, скажем, необычный дизайн. Видно, что кузов не прикручен отдельно на шести болтах, там, как у обычных пикапов, а является таким единым стилевым продолжением кузова. И, по сути, кузов сам по себе является очень сильно переработанным кузовом от Швалета Субурбан. Опять же, я так говорю, это такая русская транскрипция. Меня могут сейчас очень сильно ругать те, кто знает и понимает, как правильно это произносится, например, в Америке. Ну, мы выросли, соответственно. Если ты скажешь слово Сабебан, кроме нецензурной рифмы, больше никто не поймет, о чем речь. Поэтому Субурбан, там так и написано. Да, ну, в общем, кузов от Субурбана практически полностью взят, но все внешние панели достаточно серьезно переработаны. Вот, по некоторым данным, они вообще композитные, то есть стальная только, соответственно, клетка кузова, двери и крыш. Все остальное, это вообще пластик. Значит, и на аваланчах первого поколения, которые шли до, насколько я помню, 2007 года, идет пластиковое оперение по кругу, благодаря чему на машине можно безболезненно ездить по всяким кустам, и она, в общем, особо не царапается, что достаточно приятно. Но, правда, можно предположить, что на машинах, которым лет по 10, а большинство автомобилей именно такого возраста, под этим пластиком все-таки должно быть гниение, потому что без гниения, сами понимаете, в крупно-российских городах не бывает. Все-таки у нас атмосфера специфическая. А еще у аваланча там есть специальные маленькие лючки и ниши для того, чтобы хранить там пулемет, патроны, тушенку, еще что-то, это в основном по кузову рассовано. Поэтому можно посмотреть, если она провалилась, значит, действительно, коррозия была. А если держится, ей же дальше еще 10 лет спокойно. С точки зрения продуманности, мелочей, всяческих ниш и ящичков, машина, на самом деле, опередила во многом свою эпоху, в моем понимании. И поэтому приятно, что в нашей стране их достаточно много бегает. Но, правда, у нас львиные доли бегают именно, скажем так, легких аваланчей. То есть это с индексом 1500, с мотором 5,3, с восьмерочкой, которая встречается на автомобилях Chevrolet Tahoe. И, по сути, вся агрегатная база у них таховская. И коробка одинаковая, и подвеска в большинстве своем практически полностью взаимозаменяема. Там, насколько я помню, только задний стабилизатор отключается. И опционная блокировка заднего дифференциала оттуда же, что тоже неплохо. На подавляющем большинстве автомобилей, которые я видел, там стоит самоблок. Так что не совсем она принудительная, я бы сказал. Но самоблок, правда, такой гораздо более честный, нежели на японских автомобилях, где ты вроде бы видишь написанное LSD, да? А в лес заезжаешь, и непонятно, что за LSD курили инженеры, да? То есть, ну, в общем, не то написано, что должно быть. Вот, у американских машин, чаще всего, самоблок более жесткий. По, опять же, некоторым разведданным, у Avalanche установлен Detroit Locker. Вот, это такая очень известная в Америке бренд, но, опять же, в России он экзотичный. Поэтому не будем сильно вдаваться в эти подробности. Соответственно, благодаря достаточно такой большой энерговооруженности, все-таки мощный мотор, принудительно, извиняюсь, так начал заговариваться, соответственно, самоблокирующийся задний дифференциал, машинка достаточно хорошо ползает по снегу и грязи, несмотря на свою длинную базу, более трех метров. Вот. Потому что она не такая уж и тяжелая. То есть, у нее, в общем-то, снаряженная масса в районе трех тонн, получается. А тритонный у нас сейчас весит очень много машин. И Land Cruiser 200 весит около трех тонн, и Nissan Patrol 62 весит около трех тонн. То есть, в принципе, они все в одной весовой категории. Единственная проблема, связанная с аваланчем, что в него очень сложно установить большие колеса, ибо даже для 33 дюймов уже требуется лифт подвески. Потому что очень специфическая форма колесных арок и сразу же приводит к определенному тупику. Для примера, и в Tundra, в Toyota, и в Ram 33-й уж колеса точно встают. Со свистом, а уж в Ram 35-й можно без особых переделок установить. Но при всем при этом это не умаляет достоинств Chevrolet. И он очень оказывается в ползучих, в помпасах. А главное, на удивление, живуч. Потому что агрегатная база вся Таховская. И несмотря на то, что все всегда так смотрят искосы на эту машину, и считают, что она нежная, достаточно паркетная и так далее, у нас как-то приезжал на нашу экспедицию Волок автомобиль марки Chevrolet Tahoe и удивил всех тем, что он доехал до финиша и ни разу не сломался. При том, что японский автомобиль... А поотрывал чего-нибудь? Он же по геометрии обычно там... Нет, он был чуть-чуть подготовленный, но без особого фанатизма. И мы все ждали, когда он наконец скончается, но он, наверное, не скончался. При этом он прошел всю экспедицию полностью. И выехали ребята достаточно горячие. И машина дошла до финиша, что о многом говорит. Пережив на новости. Алексей Мочилов подробную деятельность ведет по-прежнему, рассказывает о несбыточном, о том, чего у нас нет. И звонков, собственно, нет, потому что оба владельца Аваланча сейчас слушают, попал ты или не попал своим рассказом. Ну, я подозреваю, что так как у нас потенциальных слушателей про эту машину всего два в Москве, поэтому и нет звонков. Ну, в общем, про Аваланч, поэтому хотелось бы так немножечко договорить. То, что агрегатная база, на самом деле, достаточно крепкая и надежная. Если за этой машиной более-менее следить, что, опять же, не входит в список привычек российского потребителя чаще всего, то она, в общем, бегает верой и правдой на протяжении сотен тысяч километров, что, опять же, хочу заметить, для японских среднеразмерных пикапов, в общем-то, чудеса. То есть, когда мы говорим о Mitsubishi L200, о Nissan Navara, о Mazda B-T50, о Volkswagen Amarok, обо всех этих машинах, которые у нас продаются официально, пробег в 200 тысяч – это уже практически чермет. То есть, это тот пробег, после которого машина начинается уже просто в геометрической прогрессии рассыпаться, все, что-то в ней есть. Для американских траков это пробег еще, в общем-то, близок к юности. Скажем, если особенно эта машина не очень нафаширована по электрике, то они абсолютно крепкие, потому что моторы ходят там тысяч по 300, по 400, так вообще свободно, если в них хотя бы иногда менять масло. Коробки четырехступенчатые, практически на всех машинах, скажем, до 2010 года у них стояли еще четырехступки. Они, в общем, тоже абсолютно грузового типа, у них есть всякий переключатель для таскания прицепов. Домов, квартир, яхт. Да, да, да. Причем буксируемый прицеп, там, может быть, четыре тонны, но средняя такая вот циферка по больнице, четыре тонны. Если взять там Сильверада 3500, который совсем грузовой, со спаркой, он там может тянуть практически десять тонн. То есть, вы можете себе представить пикап, который, по сути, ну, как бы машина гражданская, на ней люди по городу ездят, у которых тяговая способность почти десять тонн. То есть, это, ну, это, честно говоря, в голове не укладывается, но факт остается фактом. В интернете даже можно сильно не лазить, просто забить там какой-нибудь там в поисковике Сильверада 3500, и вы, скорее всего, увидите фотографию маленького пикапчика и огромной яхты сзади. Вот, соответственно, большинство наших российских продавцов, поддержанных судов, вот как раз размера катера, яхта или еще что-нибудь подобное, они используют для транспортировки по России к своим клиентам, именно Сильверады и Даджи, в основном 3500, то есть все вот эти грузовые серии. Поэтому я думаю, что многие из вас, кто много ездит по России, наверняка когда-либо встречали такую красивую картинку. Едет пикапчик размером чуть-чуть длиннее, чем КАМАЗ, самосвал. Простая легковушка. И тащит, соответственно, за собой корабль практически. Ну, в общем, эти машины, конечно, в городе им немножко тесновато, но при всем при этом моторы большие, динамика разгона все-таки не очень плохая, то есть большинство этих машин выезжает за 10 секунд, а некоторые умудряются спуститься даже до 6, типа там опять же Toyota, Tundra. У Chevrolet это в боли все скромно, то есть у них показатели в зависимости от двигателя это где-то 8-9 секунд до сотни. А потом все равно страшно. А на самом деле ничего не страшно, просто ты сидишь очень высоко, и за счет этого динамика не ощущается. Когда сидишь в маленькой машине на уровне асфальта, то у тебя даже 8 секунд до сотни, это просто впечатление, такое ощущение, что тебя из рогатки выстрелили. А сколько я ездил когда-либо на больших американских траках, сколько там не было написано в техпаспорте лошадиных сил, ну, ускоряется. Ну да, как-то в зеркалах все пропадают. Ну, вот ощущение какой-либо безумной динамики нет. Даже если вдруг он начинает пробуксовывать задними колесами, все-таки большинство машин с типом трансмиссии part-time, то есть базовый привод задний, то за счет длины базы не происходит ни резкого разворачивания автомобиля, ничего. Ты просто замечаешь то, что машины как-то, ну, вроде бы обороты растут на тахометре, а она не ускоряется. Потом смотришь по зеркалам, а сзади дым. Вот обычно первое знакомство с мощностью и крутящим моментом происходит именно таким образом. У меня в свое время был прекрасный опыт езды на Форде, как же он назовется там, огромный, который не экспедишн, а следующий. Экспертшн. Да, точно, с мотором, по-моему, 7,4. Так это даже не пикап, заметьте, это все-таки внедорожник. Вот на нем постоянная была проблема, что при старте светофора, ну, вот надо было дозировать тягу, иначе он просто уходил в дрифт тут же. Но, опять же, пикапы марки Chevrolet в этом машине достаточно передовые. У них есть такой режим трансмиссии, как 4х4 авто. Соответственно, привод на передние колеса передается через муфту при проскальзывании задних. То есть это не честный фулл-тайм, скажем так, это вообще не фулл-тайм. И в некоторых условиях он играет двойную, такую злую шутку, то есть на скользких покрытиях у вас машина сперва может дернуть задом, а потом вдруг подхватить передом и так далее. Но это все-таки тяжелый техник, на который мало кто рысачит, поэтому вот эти вот моменты, они большинству покупателей незаметны. Но сам факт того, что Silverado, что Avalanche позволяет ездить круглый год в режиме 4WD-авто и в принципе не задумываться о том, что под колесами. К слову сказать, например, всеми любимая Toyota Tundra, у нее нет такого режима. То есть она строго заднеприводная машина и полный привод включается только, соответственно, когда под колесами уже совсем скользко. И точно такая же проблема у лидера продаж в Америке, у Ford F-150. У него, соответственно, тоже постоянный привод задний. Соответственно, General Motors не зря по этой причине удерживает вторую позицию на рынке Америки уже многие-многие годы по продаже полноразмерных пикапов. Во многом как раз за счет того, что у них трансмиссия немножко более так обращена лицом к народу, я бы так сказал. Кстати говоря, в 2014 году траком года в Америке был признан опять Silverado, нового поколения. Абсолютно красивый автомобиль. Ураганно красивый. Да, так что, в общем, поэтому вот эта битва с Ford, она, в общем, происходит как бы регулярно, но Ford все равно считается более массовым автомобилем, но об этом мы поговорим немножечко попозже. А что касается, опять же, Silverado, большинство машин, которые мне попадались на просторах Российской Федерации, они были ввезены в более свежем виде, потому что все-таки она изначально достаточно дорогая. В возрасте 3-5 лет она все равно еще стоит очень весомых денег, и в большинстве своем поэтому прикатываются в Россию не совсем убитые экземпляры, то есть с маленькими пробегами, очень прям все-таки нарядные и красивые. И если изучать отзывы владельцев, именно вот эти Silverado, они крепче, чем Avalanche гражданские, потому что, ну, во-первых, они более свежие все приехали, а во-вторых, потому что на них мало у кого хватает ума сунутся в грязь, и уж тем более там какие-то сильно разбитые дороги. Они практически все ходят в режиме магистральных тягачей, поэтому пробеги растут практически, ну, где-то там 70-80 тысяч километров в год прилипает. Поэтому, когда вы смотрите, например, объявления там о продаже, а их там обычно штуки две на всю страну по Сильверадам, и продается такой вот красавец, у него даже если написано там, грубо говоря, пробег 80 тысяч километров, я вам клянусь, у него уже далеко не 80. Потому что коммерческая, это откровенно коммерческая техника. И покупать коммерческую технику ее не использовать, но это надо быть альтруистом в прямом смысле слова. То есть, если еще гламурные пикапы, там вот как раз что-то, типа Аваланч еще можно себе представить с маленьким пробегом, то Сильвераду, к сожалению, нет. Вот. И есть, кстати говоря, еще интересная Сильверада, которая приходит к нам чаще всего с Арабских Эмиратов. Это кратыши, двухдверная маленькая машинка с тем же самым мотором 5.3 V8. Вот. Маленькая машинка, это опять же по меркам американским, то есть, она при этом больше, чем Газель. Вот. При этом она стоит, баснословно, недорого. Ну, трехлетка в среднем обходится там 25-30 тысяч долларов. В Москве уже с растаможкой, с доставкой и так далее. Соответственно, автомобиль при этом везет больше, чем Газель. Ест он примерно так же, как Газель. Едет гораздо быстрее, чем Газель. Он такой же трехместный, как Газель. Он красивее, чем Газель. Но их в Москве штук пять. И никто их почему-то не везет. Почему не понятно? Потому что Газель одноразовая, ты ее пристрелил на обочине, и все. Вот. А эта машина реально будет жить вечно, потому что они в базовых комплектациях имеют виниловую обивку салона, ручные стеклоподъемники и далее. То есть, там просто, что называется, тупо V8, и все. И ничего там больше нет. Ну, вот сколько я знаю этих машин, они ездят там сотнями тысяч километров, служат своим хозяевам, перевозят там какие-то чудовищные грузы и, в общем, особо не требуют никаких расходников. Ну, к вопросу о надежности, могу сказать так, что, ну, я уже говорил, что моторы там ходят, там, 1300-1400 гарантированно, коробки обычно начинают осыпаться после 200 тысяч. Ну, это если человек страдал, как бы, лаврами стритрейсера. Если ездить на машине спокойно, то коробка ходит долго. То есть, она и 300, и 400 тысяч отхаживает. Вот. По подвеске, соответственно, гибнут, в первую очередь, всяческие резинки, ну, вот, что-то, ну, втулки стабилизаторов, там, саленблоки и так далее. Цены на запчасти достаточно дешевые. Вот. Естественно, все шасси, предполагают шприцевание. Правда, бывают, по некоторой информации, не шприцуемые крестовины. Но, в любом случае, такая операция, как шприцевание, есть. Стоит она в среднем 10 долларов на всю машину. Вот. Но ее надо не забывать делать, иначе, соответственно, проблемы будут. Вот. Ну, и опять же, не забывайте, что все легкие версии пикапов, они оснащены передней независимой подвеской. Соответственно, там шрусы. А где шрусы, там пыльники. А где пыльники, там за ними надо следить. Потому что даже штурм снежных бруссеров по пути на дачу очень легко может закончиться тем, что у вас просто пососкакивают пыльники. И, если вы вовремя не заметите, будете менять привода в сборе. Вот. Также, ну, сложно сказать, что это расходник, но примерно, по моей статистике, где-то раз в 100 тысяч кончаются ступичные подшипники. И на подавляющем большинстве модификации они, соответственно, меняются со ступицей в сборе. Поэтому надо быть к этому готовым. Вот. Запчасти какие-то есть в наличии, потому что большая унификация с Тахой и с Абурбаном каких-то нету. Но нужно этот вопрос мониторить, потому что, скажем, если вы, например, раскололи передний бампер, скорее всего, вы его будете ждать под заказ 2-3 месяца. То есть его может совсем, да скорее даже его точно не будет в наличии. Понимаете, что все расходники будут, и стоимость на них не превышает цен на привычные какие-то японские внедорожники. То есть по обслуживанию американские траки совершенно не пугающие. Обычно страх начинается, когда их начинают готовить к бездорожью, лифтовать и ставить там большие колеса и так далее. Вот тогда уже там начинается по геометрической прогрессии все увеличение бюджетов тюнинга, потому что все, что... Весь дешевый тюнинг в Америке, он одноразовый. Он исключительно для выставок. Новости. И с Алексеем Мочеловым, и со всей Америкой в передачу знаменитые пикапы. У нас на связи Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, ну вот Алексей к вашим услугам, да и я заодно послушаю ваш диалог с удовольствием. Да, Алексей, ну под Валанч подписываюсь под каждым словом, неприхотливый, просит мало, ну только бензин. В плане ТО вообще какие-то тесущие по сравнению с другими машинами. Вот даже вот Шкода у меня еще на нее больше денег выходит значительно. А по Валанчу одна проблема. Вот у него кузов не гниет, коробка везет, двигатель тоже, не масло, не ест ничего, но проблема с раздаткой. Он приехал с убитой раздаткой, то есть она не включалась. Это было в 2005 году. Ее починили здесь в Москве и активно ее никогда не пользовали. Ну, может быть, пару раз там по грязюке когда на дачу ездили. И вот сейчас уже опять чувствуется, что ей придет скоро конец. Ну, по моей информации, переборка раздатки на него стоит порядка там 600-700 долларов, как я понимаю. То есть там ценник вроде бы такой не сильно пугающий, но мне почему-то кажется, то, что это скорее проблема вот конкретно вашего автомобиля или конкретных мастеров, которые вы делали. Или у вас другие наблюдения на этот счет? Нет. Вы знаете, ну, во-первых, нет знакомых с чем сравнивать. Как бы ни у кого нет. Вот только вот здесь да я на одной машине езди. Тем более она используется вот в последнее время как такой автомобиль для дальних поездок на дачу, там что-нибудь отвезти с дачи, барахло привезти, а по городу ну, большая она слишком. Ну, согласен, да. Есть более маленькие. Ну, вот по моим наблюдениям раздатки кончают только в одном случае. Это если люди постоянно используют соответственно в режиме 4х4 авто всю мощь с В8. Вот они если гоняют, 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 то есть ну, видимо, до вас кто-то гонял. Может быть, это гоняли еще там. Ну, понятное дело. Сюда, потому что, ну, как там эксплуатируют, я себе представляю. Это, значит, они там по льду, она с Канады приехала на полном приводе, со льду, с пробуксовками и на асфальт, и вот в этот момент она и кончается обычно. Ну, да. Ну, и плюс к тому, вот этот вот режим 4х4 авто, он изначально предполагает некое наличие ударных нагрузок, вот, а любые ударные нагрузки, они всегда плохо заканчиваются. То есть, скажем, на автомобиле Land Rover Defender, на котором я езжу периодически в обычной жизни, у него от этих ударных нагрузок, например, рассыпаются дифференциалы, да, потому что они самые слабые в этой связке. Ну, в вашем случае, значит, рассыпается раздатка. Вот, то есть, в принципе, это известная тема, но вот по моим наблюдениям она вот все-таки больше такой темпераментных водителей. Поэтому, мне кажется, ее надо просто один раз нормально перебрать или поменять. Ну, в общем, надо просто найти хороших специалистов, либо купить уже просто новую, там, либо откапиталенную, там что-то. Да, да, да. Ну, вот по опыту, опять же, когда у меня был прекрасный автомобиль Nissan Patrol бензиновый, тоже с мощным мотором на 4.8, и когда я на нем порвал раздатку, я ее просто поменял на бэушную и даже не стал вылезать, потому что, ну, нашим сервисам верить сложно. Вот, на рынке вторичных запчастей раздаточная коробка обычно стоит недорого, это не автомат. Там с транспортом еще, она же все-таки нелегко ее пока привезти. а ее здесь можно найти, этих машин у нее на разборках должно быть много, так что я бы на вашем месте посмотрел бы на, вот именно здесь, потому что ее цена в базарный день, в моем понимании, там, 10-15 тысяч рублей, вы поставите и забудете о ней. не просто владеет цилиндроверов и все-таки размашистые. Алексей на связи, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алексей. Да, здравствуйте. Ваши звездные мгновения разговора. Да, долго звонил. Давно хочу такую машину большую, здесь зачем. Вопрос пугает в основном расходы на топливо. Вот, рассматриваю вариант перевести ее на газ. Как к этому относитесь? Это такая совершенно стандартная практика, потому что большинство полноразмерных пикапов, которые ездят в России, они или уже переведены на газ, или будут переведены на газ их владельцами. Соответственно, именно таким образом большинство решает вопрос прожорливости. Хотя, в принципе, и так-то они не скажут, что сильно прожорливые, потому что согласить средний расход там 18 литров бензина на сотню, это не так уж и много, потому что если бы он был бы, ну, скажем, у меня вот Ford Ranger был дизельный, он, ну, правда, при достаточно активном стиле езды ел там в районе там 13-14 литров дизеля, да, дизель, соответственно, дороже, чем бензин. Получается эквивалент тех же самых там, ну, грубо говоря, 16 литров бензина. Вот, и в принципе на большом моторе можно, конечно, сэкономить, поставить газ, тем более, что если вы не возите постоянно огромное количество грузов, то места для газовых баллонов просто предостаточно, и американские моторы достаточно нормально переживают установку газового оборудования. Единственное, насколько я помню, одно время была сложность с фордовскими десятицилиндровыми моторами, потому что вот на восьмерку есть газовое оборудование, а вот на десятку нет. Вот, но возможно уже производители решили эту проблему, возможно у меня устаревшая информация. Октановое число газа все-таки слегка больше ста. Ну, как говорится, это мелочь жизни, у меня опять же был опыт езды на газовых машинах, опять же, патруль 4.8, я прекрасно ездил на газу и совершенно нормально себя чувствовал. Понятное дело, что риск есть, но если вы ездите много, то есть не двадцать тысяч в год, а там сорок, пятьдесят, шестьдесят тысяч в год, и много мотаете по тем же магистралям, то, конечно, газ это спасение с экономической точки зрения. Именно по магистрали, вот ключевое слово, потому что, когда дело дойдет до боя, и ты полезешь по буеракам уже в режиме выживания, вот тут может быть все на бензине, не на газу. Сергей, надо понимать, что все равно на этих машинах 98% людей по буеракам все равно не поедет, то есть это все-таки магистральная машина. Второе, по городу на них ездят тоже единицы, чаще всего те, кто либо живет за городом, либо постоянно ездят за городом. То есть все равно, если вы живете чисто в городе, то это вторая или третья машина в семье, ни в коем случае не первая. То есть если, особенно с учетом сейчас ужесточения вопросов парковки в городах, я бы не стал бы ездить на этой машине по городу. При всей любви к американским тракам, При всей любви к нашей большой Америке. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Олег Сергей Степанович. Да, Олег, и что у вас в жизни радостного? В жизни радостного? Ну, могу пару слов подсказать про передний мост последнего Аваланша и предпоследнего 800-го и про раздатку, и где ее можно починить. Давайте. Про лучший сервис в Москве по General Motors. Называйте вещи своими именами. Да, да, да. У нас не так много времени, так что давайте прямо быстро и по делу. Быстро и по делу. Лучший сервис Chevy Plus в Москве по всему General Motors. Нервно курят за углом официалы у него по переднему мосту. Стопоры в переднем мосту последнего Аваланша сделаны из каленого алюминия в отличие от предпоследнего 800-го. Соответственно, в половине случаев рассыпается не раздатка, которая гораздо прочнее сделана из стали, а именно передний мост. Но это на пробеге уже ближе к 200 тысячам, как я понимаю, все равно. Да нет, вы знаете, в зависимости от того, кто больше ездит на авто 4ВД. Потому что на этих машинах ни на одной, ни на другой ездить на 4ВД авто нельзя. Ударные нагрузки таковы, что они даже стопоры стальные срезают, но просто стальные это происходит после 160 тысяч пробега на предыдущем 800-м кузове. А у этого раньше потом по последнему Аваланш, вернее, тому, который пошел с 2007 года. Рулевая рейка там крепится на двух небольших таких из, я надеюсь, что каленого все-таки алюминия дужках, что не очень хорошо, иногда эти дужки трескаются и возникают проблемы в отличие от рулевого редуктора в предыдущей модели. И еще верхние там впереди два рычага, так же, как и на предпоследнем, но если в предпоследнем сталь и сверху и снизу, то верхний рычаг алюминиевый, плюс у него несъемная шаровая опора, то есть проблемы с шаровой решаются дорогостоящей заменой рычага в сборе. Да, заменой рычага в сборе. Плюс отсутствие, то есть независимая подвеска, как бы, ну, это хорошо, но торсионы на предыдущем, то есть купил ключи торсионов Max Suspension, потратил 500 долларов, и у тебя есть возможность тюнинга плюс-минус 7,5 сантиметров, то есть плюс-минус 3 дюйма туда и обратно, вверх или вниз, и как бы нет никаких проблем, то есть подвеска вечная. Плюс по колесам на предпоследние штатно, совершенно без всяких переделок, максимальный размер, который не цепляет 275-75-17. Вот видите, как все-таки можно выкрутиться. У нас завтра будет занятие по поводу Форда, Форд серии F. До завтра.